Время подводить итог удивительного эксперимента Антирафинированная жизнь Жизнь которому была дана здесь В этом эфире с моей гостью Луника Добровольская Добрый день Добрый день, Женя Луника, я рада вас приветствовать Я рада тебя приветствовать Я просто тебя поздравляю с твоей победой Спасибо, спасибо Да, сегодня, вернее даже вчера закончился эксперимент 30 дней ты выдержала Каково это знать, что женщины и мужчины со всего мира за тобой смотрели Когда я приезжаю в столицы других государств И мне мужчины говорят А мы с Женей на антирафинированной жизни Когда я абсолютно незнакомые люди ко мне подходят и спрашивают Как там Женя Ты очень многих зажгла своим примером Я очень рада, что у тебя это получилось И что здесь мы это начали И здесь мы это не заканчиваем Мы это продолжаем Хочу тебе задать несколько вопросов Получается, сегодня я тебе где-то ползаю Да, наоборот Самый первый вопрос Смотри, что помогло тебе справиться И почему до этого никогда ты не, ну собственно говоря Не проводила такого эксперимента с собой Ведь изменения налицо Минус Минус 5 килограмм Минус 5 килограмм Минус пару размеров Ты похорошела прекрасно Ты чувствуешь себя прекрасно И что тебе помогло справиться? На разных этапах разные вещи На самом первом этапе действительно помогло общее внимание В какой-то момент я осознала, что очень много людей Действительно в течение Сотни Сотни, 500 человек за первую неделю Я не побоюсь этого слова Причем география обширная Это и Казахстан, Россия, Украина, Грузия, Израиль, США, Африка То есть люди писали со всего мира Писали, что они к нам присоединяются Были статьи на эту тему Мне присылали ссылки Мне присылали ссылки на группы, которые начали появляться Да, да, да И мне писали прямо в личку Вы понимаете, что для нас Какую ответственность вы на себя взяли Вы для нас образец И я понимала, что я не имею права подвести этих людей Потом, когда прошла первая неделя Вот эта волна какая-то прошла Мне нужно было честно искать другие подходы И в какой-то момент я поняла, что не работало раньше Раньше любую еду, любую диету Я воспринимала как ограничение То есть я отказывалась от чего-то И каждый раз, когда я смотрела на то, что меня искушает Мне казалось, что если я решаю чего-то вкусного, классного, замечательного И поэтому я страдала У меня была какая-то ломка Я запрещала себе Я даже запрещала себе смотреть Сейчас, мне кажется, что я сменила фокус внимания Мы поменяли рамку, да Мы нашли подход к тебе именно в том смысле, что ты любительница экспериментов Сразу хочу сказать зрителям, что не все люди относятся к так называемым любителям эксперимента Просто зная Женю не первый день, мне удалось найти к ней ключи Она азартная, я знала это Взять Женю на слабо у меня получилось И предложить ей этот эксперимент То есть, видите, сместили немножечко рамочку и все Да, действительно, ту еду, которую раньше бы я себе запрещала есть Сейчас я просто стала искать, что еще нового я могу найти в гастрономическом смысле Какие другие продукты, какие другие вкусы, какие другие оттенки знакомой еды И это, я не чувствовала, что я себя в чем-то ограничивала То есть, ты, получается, мозг стал задавать себе вопрос А как по-другому я могу получить удовольствие от еды? Да, да, да Кроме того, действительно, я помнила о том, что мне нужно подарить себе спа в конце Но я сделала маленькую хитрость Я дарила себе маленькие подарки Допустим, если я долгое время не могла с кем-то встретиться Из-за занятости я назначала встречу с этим человеком и наслаждалась этой встречей Либо я шла на массаж То есть, то, о чем я мечтала, я себя награждала Если делала маленькие подарки, я смотрела фильмы, на которые никогда не хватало времени Я читала книги, которые я давно хотела прочесть И это тоже Я нашла учебу, на которую бы я хотела попасть И я поехала, я дерзнула Мы прошли конкурсы, и мне удалось попасть на классную учебу То есть, я наполняла себя чем-то другим, кроме еды У меня такой провокационный вопрос Смотри, это, конечно, все хорошо Но, в общем, я как специалист по мозгу И специалист по нейролингвистическому программированию Понимаю, что у тебя не могло не быть так называемых углеводных ям С твоего позволения я немножко объясню Да, объясню, что это такое Поскольку мы попросили Женю Поучаствовать в эксперименте Свободы от сахара и белой муки И хочу сказать, что я так уже несколько месяцев живу И для меня продукты, содержащие сахар и белую муку Это просто камни или пластмасса Или что-то еще Поскольку мы предложили это Жене То я понимала, что, скорее всего, у нее будут вот такие вот углеводные провалы Видите ли? Дело в том, что сахар и мука Это самые большие ложные энергетики для человека Человек подсаживается на них И на самом деле средний человек съедает фантастически огромное количество сахара и муки Ты заметила, есть очень много скрытых Человек подсаживается И, к сожалению, у большинства людей, у 95% Организм давно болен И он не понимает, как еще можно получать энергию Как не от сахара и от рафинированной муки Понимаешь? Потому что это ложные энергетики И как только ты освобождаешься от этого Буквально на первой неделе В конце первой недели должна быть некая ломка Когда мозг начинает тебе говорить Надо, надо, хочу, 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 надо, надо, давай Мозг начинает просто вопить об этом И у некоторых людей может быть жуткая слабость Потеря энергии Это связано с тем, что мозг научился По-ложному получать энергию из быстрых углеводов Когда в наш организм попадают быстрые углеводы Вроде сахара или белой муки Или старого картофеля То происходит некий такой скачок сахара в крови Огромный скачок Выбрасывается инсулин Потом сахар падает И мы чувствуем вот эту вот слабость и голод Когда ты лишаешься сахара Лишаешь себя, по сути, муки Которая является тем же сахаром И картофель ты тоже убрала Это для тебя был такой челлендж Это да, это запросили То у тебя не могло не быть этих падений, слабости Это связано Там могли быть и падения настроения, и падения слабости То, что называют такими углеводными ямами Что у меня было? У меня повысилась температура к концу второй недели У меня была слабость именно физическая Я даже написала на свой статус ВКонтакте и Фейсбуке Что организм изображает задохлика и просит печенюшку Было состояние, когда мне казалось, что я очень устаю Что мне какой-то период мне было Хотелось спать пораньше ложиться Мне хотелось просто закрыться Но я, честно говоря, я просто переламывала это Может быть не нужно было? Переламывала, отлично То есть у каждого свой способ Кто-то в этот момент, ну есть смысл немножечко обмануть мозг Обмануть небольшим количеством сладкого вкуса И препараты стевии есть, но не увлекаться тоже этим Или, например, допустим, небольшим количеством фруктов Хотя огромное заблуждение очень многих людей Которые думают, что отказавшись от сахара и муки Они похудеют и начинают налегать на фрукты И они поправляются еще больше Потому что фрукты содержат ту же самую фруктозу На самом деле, и если их есть в большом количестве Ты точно так же поправишься Но если ты взяла курс на свободу от этого То ты можешь обмануть мозг Немного сладкого вкуса, немного фруктов Тем более сейчас такое время года И все-таки ты справлялась переламывая Тоже хорошо, мозг привыкает Да, если мне хотелось спать Я наоборот вставала и уходила куда-то Но еще мне очень понравилось Где-то к этому периоду, когда у меня началась слабость Я вышла в очередной раз в кафешку Мне принесли салат И я попробовала этот салат, который ела две недели назад Он мне показался совершенно другим Мне понравился даже вкус вареной морковки Которую я к тому моменту уже с детства не любила То есть я открыла новые оттенки И мне не нужна была стелия Мне рекомендовали Мне говорили, попробуйте медом заменить Я нашла сладость в огурцах Я нашла сладость в морковке То есть мне не нужно было бы Мозг начал перестраиваться Перестраиваться начали вкусовые рецепторы Дорогие зрители, буквально трех недель достаточно Чтобы наши вкусовые рецепторы перестроились И начали по-другому воспринимать вкусы Если вы, огромное количество людей живут вот в таком заблуждении Я не люблю то-то-то, я никогда не ем то-то-то Это ложь На самом деле мозг человеческий крайне пластичен И может привыкнуть к чему угодно В сути вы можете привыкнуть к вареной капусте И через какое-то время считать ее вкусной Весь вопрос, ради чего вы это начинаете Ты знаешь, к сожалению, многим из нас нужен пинок В виде диагноза врача Огромное количество людей сейчас, сегодня Не подозревают, что им через 10 лет Будет поставлен диагноз диабет Потому что статистика по диабету ужасающая Понимаешь? Но они сегодня живут, как эта стрекоза из башни Из басни Муравей и стрекоза И всегда должно быть ради чего? У тебя ради чего? Ради чего, кроме азарта Кроме того, что ты не хотела проиграть в моих глазах Не хотела подвести сотни людей, которые на тебя смотрели Ради чего большего ты это делала? Открытие, открытие, открытие себя Открытие того, как я мыслю Понимаете, это же не только еде, как оказалось Это оказалось от тех процессов, как я привыкла себя вести в стандартных ситуациях Если есть какая-то лазейка, как мой мозг находит возможность ей воспользоваться А вот нет То есть ты, получается, ты немножечко своим мозгом научилась понимать свой мозг Да, да, извините за эту татологию, но да Хорошо, тогда такой вопрос Я так поняла, ты мне перед программой сказала, что ты будешь продолжать процесс Конечно То есть антирафинированная жизнь продолжается Хочу сказать зрителям, что те люди, которые со мной уже играли в эту игру И те, кто включился в этот челлендж Многие из них продолжают Я знаю своего знакомого мужчину, который уже 4 месяца живет без сахара и без белой муки Кроме того, что он похудел на большое количество килограмм и оздоровился, да Он для себя открыл огромное количество новых возможностей в жизни, связанных не с еду, а с бизнесом и с работой Я знаю очень многих женщин, которые продолжают Женя тоже говорит, что она будет продолжать Давайте зададим Жене вопрос такой Что в твоей жизни стало возможно теперь? Что нового стало возможно теперь, когда ты прошла 30 дней и хочешь продолжать? Во-первых, я взяла новый челлендж Да, мне вчера сделали новый вызов И я теперь... У меня 30 дней спорта Со мной мой хороший друг поспорил Во-вторых, я стала осмысленней Понятие осмысленности пошло в моей жизни Я не знаю, как это объяснить Женя, давай как женщина Вот давай как женщина с женщиной Вот понимаешь Я себя чувствую красивее Вот, давай я вот это хочу увидеть Потому что челлендж Ты пойми По сути, сманипулировать твоим азартом И тем, чтобы взять тебя на слабое Это в каком-то смысле моя профессиональная фишка Но мне очень хотелось включить в тебе женщину, которую я не видела Понимаешь? Мне очень хотелось, чтобы ты увидела, насколько красивый И ты можешь быть красивее Понимаешь? Огромное... Вот женщины живут в двух заблуждениях Первое заблуждение, что они хорошо выглядят Это огромное заблуждение большей части из вас Да? И второе заблуждение, что у них хороший вкус Вот эти два заблуждения, дорогие мои Оно... Вот многих из вас... Вот почему вы одиноки Вот почему вы одиноки Перестаньте себе врать, пожалуйста Надо похудеть и переодеться Это... Вот я прямо обращаюсь сейчас ко многим Похудеть и переодеться Потому что я вижу каждый день женщин, которые себе врут И которые говорят Я еще не встретила своего единственного Где-то мой принц ходит И так далее Нет, это просто потому, что у тебя есть лишний вес И ты не модно одета Вот начинай с этого И мне очень хотелось, чтобы Женя увидела, насколько оно может быть ярче Мы многие из вас видели яркий Женин смех Настоящие Женины эмоции Но я лично абсолютно эгоистично Хотела увидеть модную, яркую, дерзкую, красивую Женю Вот что я хотела увидеть, понимаете? И в принципе, где-то сманипулировав ей За что я сейчас прошу прощения перед ней Да, где-то просто по-другому нельзя было Да, где-то сманипулировав Я вас уверяю, через три месяца здесь будет сидеть Абсолютно другая женщина Вот, понимаете? Да, многим из вас не хватает вот такого яркого, искреннего смеха Но когда есть женщина, которая умеет получать удовольствие от каждого момента своей жизни И если при этом она еще стройная, красивая, спортивная, ярко и модно одетая Вот тогда она поймет действительно полноту счастья своей жизни Потому что как одно без другого плохо, так и второе без другого плохо Вот поэтому я Жене задаю вопрос Что стало возможным в твоей жизни теперь, когда ты видишь себя новую в зеркале? Любоваться собой О, вот, вот это уже Но я не хочу останавливаться, Луника Нет, ты продолжай любоваться собой, конечно Любоваться, поклонников больше появилось Безусловно, и те, кто поддерживал, кто был рядом Луника, одна минута Поклонников больше? Да Комплименты делают? Да В любви признаются? Признаются Отлично И так мы и будем продолжать Присоединяйтесь к Жене А через три месяца вы увидите, каких результатов она достигнет Я вам обещаю, она тоже Да Всего хорошего Давайте Мы видимся чаще, чем через три месяца Но достигайте результатов вместе с нами Всего хорошего Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова